Его звали Геральт из Аривии. Кому бы тут заехать как следует? Так, мы выиграли бой у Скалы, получили место денег на выбор. На выбор что же мы получили? А, для того, чтобы в дальнейшем будущем сделать хороший меч, я выбрала желтый метеорит. У меня был и красный, и синий. По-моему, я его продавала, потому что мне срочно нужны деньги. К сожалению, сейчас бы мы могли отличный меч получить, или чего там, доспехи, да. Может, еще будет возможность. Теперь я знаю, что можно весь хлам продавать, хоть и за гроши, но хотя бы не просто так выбрасывать. Так, Лютик вспомнил, что Трис передала мне письмо. И две меритовый амулет для Альвина. Я должна дать амулету парнишке как можно быстрее. Последний раз, когда я его видел, он был в доме Алины. Наверное, он неподалеку, где-то там. Неподалеку. Так, а мы какое задание выполняли? Так, кулачный бой. Значит, я победил скалу. Он сказал, что единственный человек, синий его, это его учитель, который живет у кладбища на болоте со старой визимой. Потому что это не тот отшельник. Мне кажется, он... Тогда мы не знали, что он учитель какой-то. Мы с лозыщицей Озер разговаривали о предназначении. Я не мог сказать, каким образом предназначение влияет на мою жизнь. Верили ли я в него? Так это мы уже десять раз с вами обсуждали, да, как предназначение. Берингар признал, что его заставили работать с саламандрами. Он бежал при первой возможности. Так, с ним еще мы не договорили, но у него, не знаю, не дела. Он там отдыхает, он с ним поговорить больше не хочет. Нам нужно что-то сделать, потом придем поговорим с ним. Здесь события в игре обновятся, и он будет более разговорчив. На ярком солнце. Наконец-то я познакомилась с Селиной, сестру Алины. Она ревнует в Ильяна. К Алине хочет увезти его. Однако его Селина не интересует. Так что Алине не о чем волноваться. Она нас попросила отладить, что ли, ту Селину от ее жениха. Но странно, что Геральт решил помочь, когда он, в общем-то, не знает ни одной из этих девушек как человека. Ну, Алина смотрит за Альвином, может, не только из-за этого. Хотя, в общем-то, не дело Геральта. То есть, он чужие дела влазит. Пока что это нас не касается. Может, это как-то будет связано еще с чем-то, с чем будет связь с Геральтом. То есть, мы какое-то влияние можем оказать, на какую-то ситуацию. Я нашел часть доспеха графа Руйтера. Мне еще нужны эти остатки. Доспеха ворона и записи эльфийского Минстреля. Я узнала существование другого ведьмака, который взял себя как-то, не знаю. Вот нам рассказали историю про то, как дед вот этого Юлиана добывал тоже сокровища. Долгая была история. У меня не было возможности комментировать. Я отключила, сейчас продолжаю играть. И я его слушала внимательно. Сейчас уже подзабыла, потому что это было вчера. Подзабыла детали вообще. И там был еще какой-то вопрос, который я недоспросила. Надо было срочно выключить игру. Пойдемте, кстати, да, спросим. Еще какой-то вопрос там был у него. В общем, это все. У него есть какие-то товары, смотрите. Ну да, он же добывает украшения. И мы можем эти украшения у него купить. И книги, кстати. Дневник страстного игрока в кости. Мы можем почитать, кстати, дневник. Может, после этого мы будем более удачливыми. Или хотя бы я правила почитаю конкретно. Ну, я, в общем, читала. Так, в интернете. Ну, здесь посмотрим, что здесь написано. Книга рассказывает о важнейших персоналиях среди волшебников и в их политическом влиянии. Читали? Читали? Читали. Эта книга. История о том, как расколдовали принцессу Адду, превратившуюся в стрюгу. Возможно, если мы прочитаем там что-то про Геральта, написано, он ведь и ее исцелением занимался. Он что-то вспомнит. У нас же есть задание с предназначением. Ему нужно вспоминать о своем прошлом. Оккультная книга о дремящих подводных могах. Вот это нам точно надо купить. Все купим. Прочитаем сейчас. Неправедные преклоняются ложным богам. И будут они извергнуты вообще ни к каким богам. И вообще просто, кого вы верите, нужно преклоняться. Истинный Творец, кто мог бы создать свое дитя, создавал нас в свободе. Все, что ему нужно от нас, это наша любовь. И все. Чтобы мы были счастливы. Никому клоняться и преклоняться не нужно, какой бы вы религии ни были. И точно целовать пол от этого вас любить. Родитель больше не будет. Он вас и так любит бесконечно. Если действительно ребенка родили в любви и желании, чтобы он появился на свет. Чтобы дать ему эту прекрасную жизнь. И чтобы он жил в свободе и воле. В свободе выбора. Любить родителей больше не может. Он любит его с первой секунды и бесконечности. Если в идеале говорить, да. Так и тот, кто бы нас не создал. Вот. Так. Неправильные преклоняются. Трам-пам-пам. Книга добавляет запись. Добавляет. Добавила. Все. Добавила. В полях вокруг деревни горды колеблются на ветру золотые колосья. Живописные развалины монастыря. Небольшая хибарка отшельника добавляет этому пейзажу сказочную атмосферу. Куда уж сказочнее так. Весь мир сказочный. Весь ведьмаке. Таверных темноводий. И лучший указатель, который привлечет усталого путника в местную таверну с запах жареной свинины. Масло от орнитазавров. Росомаха. Это эликсир увеличивает наносимые повреждения, но работает только когда, видимо, потерял половину здоровья. Этот эликсир позволяет особым образом увеличить выносливость ведьмака. В результате он приобретает способность употреблять пищу в свои части души чудовища, которая восстанавливает здоровье. Фу. Он суровое мясо может есть ведьмак. Он же мутант, тихо, ему можно. Ладно, прощаю. Фу. Отвратительно. Это как и серии эти... Майя поедали части тела и внутренности, чтобы быть сильнее. Они считали, что если они съедят в сердце принесенного в жертву, они будут от этого сильнее и часть силы заберут в себя. Есть еще одни создания, которые так делают. У меня и так слишком много мистики в моих этих видеоблогах, поэтому не буду говорить, как я их называю. Про них много в интернете тоже всего. Она рассказана. Адам живет в Семноводье, он поэт и влюблен в Алину. Адда... О. На премии у Леварда я снова увидела принцессу. Один несколько лет назад я избавила ее в проклятие стриме. Я это читала, почему у меня снова как-то прочитанное. И про Азарьеведа... А, здесь что-то добавилось. Судя по запискам профессора, Азарьевед находится в тайной лаборатории Саламандра, где работает на использовании секретов Каэр Морхана. И здесь, правда, тоже что-то добавилось. Выяснилось, что я достоялась за поделкой королевских печатей и беспорядками в Купеческом квартале. Принцесса сотрудничала с Саламандрами, но, кажется, этот царь слышал ей боком. Благодаря вмешательству Трис я смог спасить свою шкуру от когтей Ады. Берингара в деревне темного, где я наконец встретила Берингара в лицом к лицу. Он оказался недружелюбным и ожесточенным чужаком. Он затаял обеду на всех других химмаков, очевидно, включая меня. Потому что он его знал, но Геральд этого не помнит. Винстер Мейск, он городской страже. Вот же его оборотень оказывается, у Винстер Мейса есть страшная тайна у оборотень. Он был за нас, и он, кстати, помог нам со стражей. Благодаря ему Геральд смог сбежать на этот Беринг. То есть он встретился с Трисом, а она уже через портал его сюда переместила. Ой, не сюда, а там, где у нас была схватка с профессором в подземелье. Одним из предводителей нападения на Кэр Мохен был человек, который называют профессором мертвым. Победить было его нелегко. Селена похожа на старшая дочь, что он вез. Входит замуж. Она не уходит замуж, старшая дочь. Младшая уходит замуж. Синеглазая. Женщина ночи, Шани. Прислована письмо. Типа наша возлюбленная. Дотик привез мне письмо от Шани, что-то к ней охладела. Она просит меня найти Альвина, которая какая-то занудная. Кто бы говорил, да? Эльф Ейвин, столь же, это сейчас Лавенс, Ковик-то снаричь. Точно. Есть в нем что-то, какой-то шарм, но в то же время он одновременно так спокойно, так жесток, что даже от этого мурашки покушь. Давай допникать. Интересно, а если ведьма кому-то скажет, что я против, чтобы ты добывал эти украшения, может, это как-то вредит действительно вот здесь этим селянам. А водные владыки, возможно, с ним, кстати, сотрудничают. Либо они против, наоборот, чтобы из их озера мы добывали драгоценности. Это, типа, ихний ресурс. И это может спровоцировать войну. И что-то такое. Никакого вызова! А что, с Лютиком можем поговорить? Что меня разбудил, Геральт? Мне нужно ответить на письмо. Мне нужно ответить на письмо. У меня при себе есть пергамент и перо. Можешь пока придумать начинку. Разбудил его среди ночи, говорит, мне письмо надо написать. Пиши, Лютик, ты у нас поэт. Геральт сложно свои чувства выразить, потому что он вообще не помнит в своем прошлом. Ладно, он живет настоящим. Может быть, самое главное... Не самое главное, жить настоящим. Может быть, дорогая подруга, пусть, дорогая Шани. Пусть, дорогая Шани. Ваш роман процветает. Рад за тебя, Геральт. Не начинай. Что дальше? Что-нибудь насчет Альвина? Наверняка она о нем волнуется. Еще можно попросить ее немедленно уведомить фольта Стоплана Хадды. Может, стоит описать, что творится здесь темноводие? Еще можно попросить ее немедленно уведомить фольта Стоплана Хадды. Возможно, это ее заинтересует. Садись и пиши. А рыбак доставит письмо в Изиму. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Рыбак. У нас есть письмо к Шани, мы его написали, и теперь нужно отдать рыбаку. Сейчас посмотрим, к какому именно рыбаку, потому что здесь много рыбаков. И нам должны показать дорогу. Так, а где письмо Шани-то отдать? Да блин. Ну письмо-то типа есть здесь у нас, да? Письмо Шани-то есть здесь у нас, да? Этому письму не хватает только печати. Так, а это мы читали уже. Блин, а где письмо к Шани-то? Дорога Шани, рад тебе сказать, что нашел Альвина в деревне и подалеку в Изиме. Мальчикам все в порядке, можешь у нее в ней волноваться, и за ним предвижу. Знаю, ты не особенно интересуешься большой политикой, и все же я хотела бы попросить тебя кое о чем. Мне нужно, чтобы ты предостерегла короля Пальтиста против Ады. Принцесса затевает, что ты недобрая вместе с Саламандрами. Врагами короля Партамоты я и не могу вернуться в Изиму. Я безумно скучаю по тебе, мой дорогой рыжик. Мне не хватает твоей улыбки. Неожиданно, даже не думала, что Геральт в своих чувствах может включить такого смелого ребенка. Ну, мой дорогой рыжик, я не думала, что он такие словосочетания для комплиментов может выражать. Для меня удивительно. Сколько грани, да, в человеке может раскрыться в какой-то определенный момент, когда он искренне чего-то чувствует. Мне не хватает твоей улыбки, не хватает возможности обнять тебя. Надеюсь, что скоро мы снова будем вместе, и все у нас будет хорошо. Ну и запись в дневнике. Надо дойти до Альвина, отдать письмо рыбаку и идти на берег, уничтожать последнюю компашку утопцев. Сложно подобрать слова. О, у нас здесь контракты. Точно, мне надо на хранение что-то сдать и продать. Пока я не ушла от трактерщика, сейчас буду забирать контракты. И книгу о том, как играть в покер, я не купила. Так, так, так. Обратно покупаю эту книгу. 1340 лета. Подразделение краснолюдов из добровольнической рати Махакамо расположилось возле моего имения. Дни напролету царо играть в покер с костями. Интересная игра. Жадыитовые кости стоили мне целое состояние, но без них моя коллекция будет неполной. Не думаю, что их заинтересует наша убога деревня или моя скромная жрящая. В конце концов, здесь нет ничего ценного. Зачем нам эту книгу? Я не понимаю. Глоссарий, покер? Ну ладно, покер. Сейчас смотрю, есть ли у нас я сейчас продам все это. Мне не нужно. У меня есть короче, магия огня, мне не обязательно нужен кремень. Это я оставлю. это можно купить. Так, и теперь давайте посмотрим на хранение. что-то вообще место не там. чуть-чуть мне не хочется. Блин, а как быстро использовать то, что я сюда притащила? Сухора 1, быстрые клавиши или нет? Что-то я забыла. спасибо, что это бесплатно. Давайте собирать контракты. Давайте собирать контракты. Какие у нас контракты? О, я недавно их тут убивала. Сейчас мне говорят контракт на ягу. Нашли зубы яги, не спешите их выбрасывать. Лучше приносить их к южной ведьмам. Плачу чистым золотом. Для выполнения заданий потребуется описание яг в теории. Войдите. Новое задание-то. У меня есть зубы яги. 10 зубов. А у меня сколько? А у меня 6. Ну, будет больше. Ничего страшного. Все равно нам нужно было туда еще направиться. Какой-то учитель там в этом поле живет, какой-то хибарь. Мне кажется, это тот отшельник. Контракт на сколопендроморфа. Я такого уже убивала. Я щедро награжу вас дай панцире. По-моему, вот только что переложила. Ну-ка, давайте посмотреть. Четыре таких панциря. Погодите, а сколько я перекинула сейчас только что? Вот так всегда. Я говорила. Не знаю, что может понадобиться. Ладно, пока место есть, что там еще? Яйца вывер... Блин, я их сожрала все недавно. Потому что у меня не было еды, не было лечения. Они давно издевают. Просто. Говорят, что яйца выверные не только невероятно полезные, но и очень вкусные. три яйца. Были они у меня, я их выбросила. Ой, не выбросила, я их съела. Вот шкура у Василиска есть. А у меня их две есть. Альпы это кто такие? Достанет вам известно, что Солтас деревни Тимноводин назначил награду каждому, кто доставит ему пять клыков ужасных читовищ альпами называемых. Я не знаю. Здесь нужно найти только кто книгами торгует. пять клыков. Я и правда не знаю, кто это. Где еще книги продают здесь альпы? Так, я там книги все читал, где-то нужно еще найти. Блин, скалопедры эти. Одну кое-как убил, они вообще такие извилистые, фига поймаешь. еще, чтобы их убить. Дом знахарки какой-то. Может, у нее какие-то есть интересности, что можно купить. Обигайл, слушайте, это не та ли ведьма? Только мы с ней знакомы. Нет, я передумала, передумала. блин, ладно, зря взяла, только место занимает недавно все это складывала. Обигайл. Она теперь здесь живет, оказывается. Пока кто-то спит, кто-то спер куриные ножки. Приветствую тебя снова, Геральт. Приветствую тебя, Абигайл. Итак, ты нашла себе новый дом. Меня приняли с распростертыми объятиями. Их знахарка умерла прошлой зимой. Если хочешь, я открою тебе их самый страшный секрет. Ты ничуть не изменилась. Я разработала особую мась по запискам старой знахарки. От нее шерсть их коровы начинает блестеть. На самом деле я изменилась. Что привело тебя сюда? Не могу поверить, что ты по мне соскучился. Ничуть. Просто удивилась, что ты жива и здорова. Ну, в смысле то, что ее так легко сюда приняли. Им нужна была знахарка, чтобы их лечить. Ну, мы все равно удивились, что это ты. Это ты повесила объявление. Клыки яги. Про зубы яги? Мне нужно 10 зубов для приворотного зелья. Тогда я пошел охотиться на ягу. Жду тебя с нетерпением. Смахарка, блин. Приворотного зелья. Это черная магия. Все привороты это против воли человека. Который еще в результате может убить того, кто хочет сделать этот приворот. ведьмы живут вне деревни. Всегда так было. Нужно с этим смириться. Обигайл, помнишь пещеру? Геральт, кто старое помянет? Так, что у тебя тут есть? Спирт на крови, виверный, крепкая спиртная сна, очень высокого качества. Нужно делать всякие нам лечилки. Так, а теперь мне нужно сделать лексиров. Переночевать, переночевать. Нельзя переночевать. Да пойду в таверну. Здесь мне нужен ночлег. Солнце за рекой не есть. Росомаха увеличит какие-нибудь атаки. Неносимые повреждения на 50%. Пуруга. Теперь мне понравилось ее действие без вочного эффекта, так скажем. Первый раз у меня так получилось. Она у меня почему-то умирала. или белая чайка глюцинакен забирал наше жизнь. Наверное, нет, фурга это другое. масло от инфектоидов. Филин. Пошлите мочить йогу. Бабы йогу. Так, что смотрим у нас с мечом? Контракт на йогу. Так, выполняем контракт на йогу. Не знаю, где я найду яйца виверны. Здесь виверны были, но яйца я здесь не видела. У меня были они из предыдущего задания остались на болоте. Я добывала эти яйца. Все съела. Как думала, что они мне пригодятся. Может, все-таки их найду, но ничего страшного будет, если я не выполню этот контракт. Если повезет, то выполню. Ничего такого важного в этих контрактах нет. Так, мы зарабатываем деньги здесь. так, мы не к тем воротам подошли. Там есть дорога в поле. Нужно найти где-то дорога. дом пекаря мелькает. Не понимаю, почему у меня вот здесь горит. к Альвину что-ли надо идти. А, наверное, да. Хотели ему отдать то, что Трис передала. Алина спит здесь. А Алин куда делся? По ночам-то он точно должен быть в доме. Странно.